Всем привет! В общем, нахожусь сейчас в Джакарте. Подтверждение дает вот этот генеральный менеджер о том, что данный сертификат генерального госпиталя Бали является недействительным. Молодого человека на этом видео зовут Амин. Вместе со своей девушкой из Красноярска Оксаны он пытается вылететь из столицы Индонезии Джакарты в Таиланд. Это самый доступный и дешевый транзит до России. Однако на рейс молодых людей не пускают. По словам сотрудников аэропорта, им нужна справка, что пара не больна коронавирусом. Оксана и Амин были в больнице, но там заявили, что тестировать их на коронавирус без симптомов никто не будет. И просто выдали бумажку, что они здоровы. Сейчас пара все еще находится в аэропорте Джакарты. Другой красноярке Марии Матвеевой повезло больше. Улететь из аэропорта Джакарты в Таиланд ей удалось за несколько часов до того, как эту самую справку ввели как обязательную. Очень быстро менялась ситуация, что моментально появляются сначала какие-то домыслы, что вот ребята должны закрыть границу с Таиландом. И там буквально за три часа до того, как эта граница закрывается, ну типа закрывается, что это невыполнимые условия со справкой. За три часа до вступления в силу этой новости, эта новость появляется на официальном сайте. То есть люди ничего не успевают сделать. В Министерстве иностранных дел говорят, что ведут колоссальную работу, но когда все россияне смогут вернуться на родину, пока неизвестно. В первую очередь МИД дает совет. Если вы оказались в чужой стране, нужно дать знать об этом консулам. Сейчас таких заявлений от россиян 5,5 тысяч. При этом по данным Ростуризма на 18 марта за пределами России оставались 100 тысяч туристов. В реальности цифра может быть еще выше, если учесть тех, кто поехал путешествовать самостоятельно. Мы не можем вывозить малыми группами. Мы должны, вот сколько у нас есть граждан, сформировать список. После этого организовать борт. И если получается такое, что после того, как борт уже ушел, обращаются опять же граждане, которые не успели, также эта работа возобновляется. Поэтому здесь каких-то точных сроков назвать затруднительно. Сейчас всех, кто остался в чужой стране, просят быть терпеливее. Ведь такие жесткие меры – это необходимость. К тому же отказаться от путешествий за границу людям рекомендовали еще в начале года. Дмитрий Шкузин, Анна Кузьмина, Новости ТВК.